Луки, глава 4, стихи 1, 15 Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взолкал. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми-всеми царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. И так, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не преткнешься, а камень ногою твоею. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. Иисус был крещён в реке Иордан, чтобы взять на себя грехи человечества, Он был искушаем сатаной, прежде чем начать своё служение проповедования истины. Сатана искушал его, спрашивая его, действительно ли он спаситель человечества и Сын Божий, и действительно ли он верит в Бога. В этом повествовании Иисус учит нас, что мы на своём пути можем подвергнуться искушениям. То есть он учит нас, как преодолеть искушения сатаны, показав нам, как он сам был искушаем сатаной и преодолел его искушения. Луки, глава 4, стих 1, и далее описывает искупление Иисуса сатаной. Иначе говоря, этот отрывок учит нас, каким искушениям мы можем подвергнуться. Здесь написано. Как здесь сказано, Иисус подвергся искушению сатаны при определённых условиях. Уведённый Святым Духом в пустыню, он не ел сорок дней и был голоден, и именно когда он был в таком состоянии, явился дьявол и искушал его. Как искушал его дьявол? Сатана искушал Иисуса, когда его тело испытывало естественное желание поесть, потому что он постился сорок дней. Каким искушением можем подвергнуться мы, христиане? Мы можем столкнуться с искушениями, если нам чего-то недостаёт. Например, бедные люди считают, что всё будет хорошо, если у них будет больше денег. Но, с другой стороны, богатые хотят стать знаменитыми. Те, у кого нет ничего, просто хотят решить свои основные проблемы одежды, пищи и крова. Таким образом, мы подвергаемся искушениям, когда считаем, что нам чего-то не хватает. Но большинство проблем возникает в нашей жизни из-за наших плотских желаний. В подобные времена является сатана и говорит Сегодняшний отрывок из Писания показывает, как будет искушать нас дьявол. Проблема, однако, в том, что большинство людей впадают в подобные искушения сатаны. Большинство людей подвергаются испытанию сатаны, когда условия идеальны для того, чтобы они впали в его искушение, и в подобное время они наиболее уязвимы. Однако, бог не хочет, чтобы какой-либо христианин отступил от него, потерпев поражение от нападения сатаны. После того, как Иисус сорок дней постился, он был искушаем сатаной. Дьявол сказал ему Иисус Христос, Сын Бога Отца, это Творец, Который создал Вселенную. Поэтому дьявол, зная об этом, искушал Иисуса, говоря следующее Если ты, Сын Божий, подбери этот камень, преврати его в хлеб и съешь его. Попробуй, неужели ты не можешь этого сделать? Ты сотворил всё из ничего, так что тебе стоит это сделать? Это более чем возможно. Нет причин, почему тебе не сделать это. Почему ты голодаешь и терпишь страдания, которые испытывают простые творения, если ты творец? Всё, что ты должен сделать, это просто взять этот камень, превратить его в хлеб и съесть его. Это же так просто! С подобным искушением сталкивается каждый праведный человек. Все мы, христиане, сталкиваемся с такими искушениями. Сатана испытывает вас в следующих ключевых вопросах. Если вы получили прощение грехов, уверовав в слово о воде и духе, повинуясь ему и живя верой, вы сможете повиноваться Господу до самого конца. Если бы мы столкнулись с таким искушением, которому подвергся Иисус, мы бы действительно в него впали. Если бы мы с вами обладали сверхъестественной силой превращать камень в хлеб, мы бы, наверное, даже не трудились для Бога. Бросив праведное дело, мы бы просто пользовались своей силой превращать камень в хлеб. Бросив праведное дело, мы бы просто пользовались своей силой, повсюду прекращая камни в бриллианты и хлеб. И не выказывая к Богу никакого почтения, мы бы восстали против его правды, считая, что нет никого выше нас. Поэтому нам нужно поразмышлять над этим вопросом и узнать, как решить подобные проблемы, с какими искушениями мы с вами сталкиваемся и как сатана искушает нас в данный миг. И даже если мы преткнемся об такие искушения, обладая этим знанием, мы сможем снова твердо встать на ноги с верой. Как и говорит Библия, что хотя наш внешний человек слаб, однако наш внутренний человек обновляется каждый день. Мы должны твердо стоять в нашей вере. Мы должны вести духовную войну с верой в Господа. Однако дьявол обостряет наши слабости и использует их, чтобы напасть на нас. После того, как Иисус постился сорок дней, дьявол искушал его, говоря при этом, «Если ты действительно Сын Божий, преврати эти камни в хлеб и съешь их». И сейчас сатана использует каждую возможность, чтобы нас искусить с помощью наших слабостей. Вот что он с нами делает. Поэтому те, кто впадают в это искушение, пытаются найти какие-нибудь другие способы решения своих проблем, вместо того, чтобы уповать на Господа, «Думая при этом, если бы я обладал силой превратить этот камень в хлеб, когда я голоден, я бы это сделал. Почему я должен голодать и так страдать? Я могу решить свои проблемы самостоятельно. Хотя у меня нет силы, чтобы превращать камни в хлеб, у меня все равно есть свои способы решения собственных проблем». Сатана пытается склонить нас к тому, чтобы мы отступили от нашей веры в Бога и положились на собственные человеческие средства, например, найдя работу с более высокой зарплатой и используя свои таланты. Другими словами, дьявол искушает нас, чтобы мы попытались решить свои проблемы собственными мирскими средствами. Однако сатана не просто хочет, чтобы мы решали свои проблемы сами, но он делает это для того, чтобы мы преткнулись и погибли навеки. Однако, мои единоверцы, мы должны понимать, что даже несмотря на то, что все мы слабы и в чем-то нуждаемся, мы должны верить, что это Бог дает нам всевозможные благословения. Вы сможете понять это, если посмотрите на своих верующих предшественников. По сути, мы должны решать свои проблемы с верой в Бога. Что является более важным? Попытка решить свои проблемы всеми возможными способами или вера в правду Божью и повиновения ей, несмотря на наши тяжелые жизненные обстоятельства. Мы должны решить, что более важно, даже если наши проблемы пока не решены. Будем ли мы повиноваться правде Божьей? Или же мы послушаемся кого-то другого, кто обещает скорое решение наших проблем? На этом перепутье мы должны принять верное решение. Время от времени все мы оказываемся в подобных обстоятельствах. Что сказал Иисус, когда подвергся такому искушению? Он сказал, написано, что не хлебом одним будет жить человек. Вот что сказал Иисус, и мы должны следовать Его примеру. Мы должны мыслить правильно. В плотском смысле слова не имеет значения, сколько у нас денег, друзей, славы или других необходимых вещей. Иисус сказал, что человек не должен жить одним только хлебом. Поистине, христиане должны верить в слово правды Божьей, а также продолжать слушать это слово Божье и заниматься его праведным делом. Это означает, что помимо своих плотских нужд, мы также должны верить в Иисуса Христа и повиноваться ему в своей жизни. Хотя Сатана говорил только об одном, Господь сказал, что необходимо и то, и другое. То, что человек живет не одним только хлебом, означает, что хотя еда необходима каждому, однако, если он христианин, он прежде всего должен жить верой в Слово Господне. Хотя Иисус ответил Сатане просто и немногословно, это было правильное решение. Вот почему Сатана сдался. Мы все задаем себе подобные вопросы много раз в своей жизни, и эти вопросы не дают нам покоя. Хотя всем нам нужны деньги и прочие мирские вещи, и хотя все они нас искушают, самый главный вопрос состоит в том, действительно ли мы дорожим Богом, действительно ли мы нуждаемся в Боге больше, чем во всех этих вещах, можем ли мы жить без Него. Короче говоря, можем ли мы обходиться без Бога, когда решаем проблемы, которые стоят перед нами сейчас? Когда мы сталкиваемся с подобным искушением, мы стоим перед дилеммой. Не только Иисус подвергся такому искушению, мы с вами тоже сталкиваемся с подобным искушением сегодня. Вот почему люди с недостаточно крепкой верой в конце концов погибнут. Всех тех, кто не может сделать правильный выбор, ожидает погибель. Позвольте мне показать это на примере одной истории. Как-то один молодой католический священник ехал в экипаже на свое новое место службы, а по обеим сторонам от него сидели две монахини. Юная и красивая монахиня сидела слева от Него, а пожилая и толстая справа. Дорога к его новому месту службы была такой каменистой, что экипаж качала из одной стороны в другую. Когда экипаж наклонялся на левую сторону, он молился про себя. «Господи, да будет воля Твоя!» А когда экипаж наклонялся на правую сторону, молодой священник молился. «Господи, не уведи меня в искушение!» Эта история показывает, как некоторые христиане оправдывают свои помыслы в зависимости от обстоятельств, как будто у них нет выбора, при этом молясь Господу о том, чтобы свершилась Его воля. Конечно, если мы посмотрим сегодняшний отрывок из Писания, мы, возможно, подумаем, что Иисус может полностью решить все проблемы, и у Него вообще нет никаких слабостей, потому что Он есть Сам Бог, и поэтому вполне естественно, что Он преодолел все искушения. Однако Господь повелел написать о Своем искушении здесь, в Священном Писании, чтобы рассказать об этом нам с вами. Поэтому данное повествование представлено для нашей пользы. С этим искушением, с которым столкнулся Иисус, сталкиваемся и мы с вами. Короче говоря, Сатана нападает на нас, пользуясь нашими проблемами. Возможно, вы скажете, что не сталкиваетесь с подобными проблемами, но это далеко от истины. Нет никого, кто бы не подвергался таким искушениям. Однако многие люди считают, что подобных проблем у них нет. Несмотря на то, что в действительности их у них еще больше, они считают себя какими-то особенными. Мои единоверцы, почему мы, христиане, притыкаемся? Потому что, когда христиане в чем-то нуждаются для своей плоти, некоторые из них считают, что получат это, если послушаются Сатаны и последуют его совету. Они это делают, потому что считают, что смогут получить все необходимое, если только пойдут на маленькую уступку. Поэтому они впадают в искушение, как будто ничего не могут с этим поделать. Но что после этого происходит? Действительно ли могут добиться того, чего хотят? Разве Сатана когда-нибудь выполнял свои обещания? Даже несмотря на то, что мирские люди обещают вам решить ваши проблемы, чего они требуют взамен? Говоря, что они решат все ваши проблемы и удовлетворят все ваши нужды, если только вы будете их слушаться и выполнять все их требования, они потребуют от вас пойти на уступки, отказаться от вашей веры в Бога и уйти из церкви. Мои единоверцы, вы не должны считать, что вы делаете какое-то большое одолжение, приходя в Божью церковь, слушая Слово Бога и служа Ему. Вы это делаете ради самих себя. Однако Сатана обещает вам удовлетворить все ваши плотские желания, если вы перестанете верить у Бога и следовать за Ним. Но действительно ли это происходит? Нет, конечно. С того времени вы станете несчастным человеком. Сатана использует плотские слабости в качестве приманки для искушения людей, а когда они уже на крючке, он увлекает их за собой. Он увлекает их, обещая им всевозможные привлекательные вещи, если они выполнят его требования. В результате они проводят свою жизнь в рабстве у дьявола, пытаясь заработать себе на пропитание и удовлетворить большую часть своих основных нужд. Однако им не удается исполнить даже эти желания, и тогда они кончают жизнь самоубийством или умирают от болезней. Это козни сатаны. Если мы посмотрим на то, как сатана искушал Иисуса, мы увидим, что сатана искушает именно верующих людей, а не тех, кто не верит в Иисуса. Однако те, кто расположили свои сердца к Богу с верой в Него, знают, что они не могут оставить Бога ни при каких обстоятельствах, будь они несовершенными или же одаренными и достойными похвалы. Поэтому, когда они подвергаются искушениям, это может их немного поколебать, но все они возвращаются на свои места. Они могут возобновить свою жизнь веры и встать на ноги, но те, кто не расположили свои сердца к Богу, этого не могут. Проблема, однако, в том, что сердца верующих до сих пор полностью не очистились и их знания и вера по-прежнему ограничены, даже несмотря на то, что они верят в Евангелие воды и духа, знают это Евангелие, понимают, что у них нет грехов и благодарят за это Бога. Иными словами, они не провели четкой линии в своих сердцах, которая оградила бы их от их душевных слабостей и уязвимостей, используемых сатаной, чтобы их искусить. Поэтому многие приткнулись, даже исповедуя веру в Евангелие, и еще больше людей приткнется в будущем. Таких людей больше всего среди пасторов, проповедников и служителей. Мы сможем увидеть их сердца, если посмотрим на них перед лицом Божьим. Возможно, вы спросите, почему я не пытаюсь переубедить их, если их так много? Но даже когда я обращаюсь к ним в своих проповедях те, кто не расположили свои сердца к Богу, но вместо этого руководствуются собственными жизненными обстоятельствами, в конце концов уйдут. Вполне естественно, что эти люди должны оставить церковь Божью. Если мы действительно верим в Бога и полагаемся на Него, и если мы действительно следуем за Ним, всецело уповая на Него, как Авраам, то даже если мы на некоторое время поколеблемся, столкнувшись с подобными искушениями, мы снова будем твердо стоять в вере и светить еще ярче. Однако, что касается тех, кто не расположил свои сердца к Богу, требуется лишь некоторое время, чтобы открылось их истинное лицо, и они в конце концов уходят из церкви, идя на поводу своих желаний. Вот почему они не задумываются над основными проблемами, с которыми следует обратиться к Богу, но вместо этого не обращают на них внимания. Вопрос в том, подвергаемся ли мы сейчас искушением и расположены ли наши сердца к Богу. Иисус это сам Бог, который сотворил Вселенную. И вот, зная об этом, сатана предложил ему превратить камень в хлеб и съесть его. Иисус есть тот, кто сотворил солнце на небе и все звезды. Поэтому, если бы Господь только повелел какому-либо камню стать хлебом, это так бы и произошло. Например, однажды Иисус накормил великое множество людей одним свертком еды, состоящим из двух рыбок и пяти ячменных хлебов. Этой еды хватило, чтобы накормить пять тысяч человек и еще осталось двенадцать корзин. Иисус это очень могущественный Бог. Он есть сам Бог, который может превратить камень в хлеб и сотворить что-либо из ничего. Когда Он повелел великому и меньшему светилам и звездам быть на небе, все они появились. Некоторые утверждают, что даже звезды имеют свою продолжительность существования. они появляются и исчезают, и все это делает Бог. Когда мы называем Его по имени Иисус, мы называем Его нашим Спасителем, а когда мы называем Его Христом, мы называем Его нашим Богом, Царем Царей и Творцом Вселенной. Мы сейчас сталкиваемся со многими искушениями в своей жизни, но со мной это тоже часто происходит. Однако верующие люди, которые расположили свои сердца к Богу, достаточно чисты, чтобы твердо стоять в своей вере, тогда как те, кто не расположили свои сердца к Богу, выходят из строя на полпути и перестают повиноваться Божьей Церкви, потому что оставляют свою жизнь веры, вместо того, чтобы уповать на Господа, потому что хоть они считают что верят в Слово Божье, они идут на уступки дьяволу, считая, что нет ничего плохого, чтобы в чем-то уступить, но они обнаруживают, что на этом его требования не заканчиваются, поэтому им становится стыдно и, подобно Иуде, они в конце концов вешаются и погибают. Вера в правду Божью абсолютно необходима. Господь смог преодолеть все подобные искушения, потому что Он есть Сам Бог, но нам с вами необходима вера, поэтому ваша способность принимать твердые решения не имеет значения. Человек невероятно глуп. Иными словами, люди не способны понять, что действительно скрывается за словами Сатаны. Вот почему Библия говорит, что подобные люди это животные, которые погибают. Именно поэтому каждый человек должен родиться свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, и таким образом обрести новую жизнь. Самой основной проблемой в данном случае является является то, что все мы подвергаемся таким искушениям. А вы тоже сталкиваетесь с искушениями? Конечно, да. А ваши братья? Разве они не подвергаются искушениям? С искушениями сталкиваются все. Возьмем, к примеру, наших студентов. Если они хорошо учатся в своем учебном заведении, их хвалят родители и все остальные, но они живут не просто как студенты, но и как люди Бога и Его последователи, и поэтому должны отдавать свое предпочтение Богу, поэтому иногда они подвергаются искушениям, поскольку дьявол искушает их своими обещаниями, некоторые из них впадают в такие искушения и уходят из церкви. Короче говоря, все мы подвергаемся искушениям. Для нас с вами самым основным вопросом является то, действительно ли мы верим, что Господь это наш Спаситель? Действительно ли Господь Иисус наш с вами Спаситель? Действительно ли мы твердо верим в то, что Господь нас хранит, ведет нас за собой и заботится о нас? Те, кто в это верят, смогут преодолеть свои искушения и устоять? Однако, несмотря на это, если вы и далее будете подвергаться искушениям, это потому, что вы не полностью расположили свои сердца к Богу. Вы можете сказать, что уже достаточно часто подвергались искушением и поэтому больше этого не будет, но таких людей нет. Искушению подвергается каждый, поэтому всякий раз, когда вы сталкиваетесь с искушениями, вы должны покориться Господу и вы должны признать перед Богом свое истинное Я и снова подняться с верой. Иного не дано. Недостаточно просто говорить, что вы теперь преданно следуете за Господом и полностью присоединились к Нему. Поскольку Сатана все время искушает наши сердца, мы не можем предстать перед Господом, с нашими собственными делами. Вот почему мы должны как можно чаще заглядывать в свои сердца, чтобы увидеть, действительно ли мы живем с верой и действительно ли мы стали верующими людьми. Иначе мы не просто преткнемся, но и навсегда оставим Божью церковь, и поэтому мы должны испытывать себя подобным образом. Разве это не так, мои единоверцы? А сейчас давайте обратимся к Луке, глава 4, стихи 5-7. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Здесь сатана говорит нечто совсем нелепое. Показав Иисусу весь мир, сатана пообещал отдать весь его ему, если он только поклонится и покорится ему. Таковы методы сатаны. Они и сейчас не изменились, но остались прежними. Сатана искушает верующих людей, обещая им что-нибудь взамен, если те выполнят его требования. Как и тогда сатана искушает людей одними и теми же методами, обещая дать им все, чего они пожелают, если только они покорятся ему. Также дьявол обращается к тем, кто не родился свыше. Он говорит всем, если ты покоришься и поклонишься мне, я дам тебе счастье, богатство, славу и все, что ты хочешь. Я исполню все твои плотские желания. Тогда некоторые люди впадают в это искушение и покоряются сатане, говоря ему, хотя я до сих пор поклонялся богу, я буду служить тебе, как моему богу. Но Господь сказал в стихе восьмом, написано, Господу богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Господь велел нам служить только богу и поклоняться ему одному. Насколько могуществен сатана? Он показывает нам все и сразу и обещает дать нам все это, если только мы покоримся ему. Какая это соблазнительная приманка? Накопив тонны бриллиантов, сатана говорит нам, я дам все их тебе, если только ты мне покоришься. Если ты поклонишься мне и действительно мне подчинишься, я дам их все тебе. бриллианты настолько ценны, что люди даже бьются за них насмерть. Если у вас есть большой бриллиант, вам более чем хватит его на всю оставшуюся жизнь. Что вы будете делать, если дьявол принесет и положит здесь на эту кафедру накопленные им груды бриллиантов и предложит все их вам, если только вы поклонитесь и подчинитесь ему. Скажете ли вы ему, что будете служить Богу и поклоняться только ему? Верующие люди никогда не покорятся сатане, даже если он пообещает дать им не просто много бриллиантов, но и наполнить ими всю планету. Почему? Потому что они знают Бога и веруют в Него. Они скажут дьяволу, честно говоря, мне нужны эти бриллианты, но я не оставлю Бога ради них. Кроме того, даже если ты скажешь, что дашь их мне, ты все равно не выполнишь свое обещание. Мои единоверцы, если вы капитулируете перед сатаной, дьявол запоет совсем по-другому и скажет «А когда я тебе это обещал? Неужели у тебя проблемы со слухом? Или ты сошел с ума?» Человек этим потрясен. Он говорит «Я сделал то, что ты мне сказал, потому что ты пообещал дать мне их». И тогда к его ужасу дьявол говорит ему «Ну, я просто пошутил». Вот кто такой сатана. Вот что он творит на самом деле. Мы должны глубоко поразмышлять над искушением, которому подвергся Иисус и которому подвергаемся мы, христиане. Хотя мы не можем глубоко над этим поразмышлять в данный момент, мы должны серьезно над этим задумываться в нашей жизни. Мы должны увидеть, с какой верой до ныне живут наши верующие предшественники и поучиться у них. Все их искушения описаны в сегодняшнем отрывке из Писания. Все ваши верующие предшественники прошли через подобные искушения. Меня тоже искушал дьявол. Говорят при этом, если ты прекратишь служить Евангелию воды и духа, я пошлю тебя учиться за границу, назначу на высокую должность в нашей деноминации и дам тебе всевозможные блага. Вот так сатана искушает нас всегда. Но если вы впадете в это искушение, неужели он действительно выполнит свое обещание? Напротив, если вы послушаетесь слов сатаны, вы лишитесь всего. Вы не сможете получить никаких духовных благословений. Может показаться, что те, кто предали правду Божью и последовали за дьяволом, сейчас преуспевают, но вскоре все их благословения исчезнут, а останутся одни страдания. Мои единоверцы, ответ на каждый вопрос содержится в Слове Божьем. Сатана также поставил Иисуса на крышу храма и предложил ему прыгнуть оттуда. Иисус тогда сказал ему «Не искушай Господа Бога твоего». Тогда дьявол отошел от него до более подходящего времени. Когда Сатана нас искушает, то даже несмотря на то, что он знает о нас все, разве не должны мы жить как люди, которые получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Почему Сатана нас искушает, если он знает, что произойдет, если мы получим прощение грехов и будем жить с Господом, повинуясь правде Божьей и ему очень хорошо известно, что если мы воспротивимся воле Господней и отвергнем ее, мы отступим от Церкви Божьей и в конце концов станем врагами Божьими. Это потому, что Сатана сам является врагом Бога. Бог есть тот, кто дарует всякому верующему небесные благословения, тогда как Сатана посылает только проклятия. Так неужели вы хотите подвергнуться сатанинскому искушению, чтобы узнать, будет ли все так, как написано в Библии? Господь сказал, не искушай Господа Бога твоего, и как здесь написано, дьявол отошел от него до более подходящего времени. Только то, что искушение закончилось не означает, что мы уже через него прошли. Оно придет опять в более подходящее время. Мы снова будем искушаемы одной и той же проблемой. Всякий раз, когда мы подвергаемся искушению, мы должны верить, что изреченное Господом слово это истина. Мы должны размышлять над следующим словом и жить верой. Не искушай Бога, поклоняйся Богу и Ему одному служи и живи не хлебом одним. Те, кто продолжают верить в Бога и следовать за Ним с этой чистой и твердой верой, облекутся в силу Святого Духа и смогут усердно трудиться для Бога. Однако те, кто в этом не преуспевают, отступят от Бога и погибнут. Они внезапно исчезнут, как Евнух Эфиоп. Я не прошу вас исчезать из Церкви Божьей и не призываю вас ненавидеть тех, кто из нее ушел. Тем, кто ушел из Божьей Церкви, я хотел бы сказать. Итак, вы молча уходите из Церкви Божьей. Значит, до свидания. Вы уходите потому, что вы очень слабы. Но поскольку вы избрали свой собственный путь, даже несмотря на то, что отлично знаете, чем он закончится, вы несете ответственность за все. Я сказал вам все, что нужно сказать. Проблема не в тех людях, которые уже ушли из Церкви Божьей, но в тех, кто делают это сейчас. Речь идет о нас с вами. Что вы будете делать, если на вашем пути встретятся подобные искушения? Многие люди подверглись духовным искушениям, и многие из них об эти искушения преткнулись и пошли своей дорогой. Подобные искушения будут и далее нас с вами преследовать, и поэтому что нам делать? Мои единоверцы, мы должны предстать перед Господом с верой в правду Божью, и речь идет не о ком бы то ни было, а о нас с вами. Это не то, с чем вы можете согласиться сейчас, когда слушаете мою проповедь, а потом совсем забыть об этом. Вы должны серьезно об этом поразмышлять перед Богом, а затем сделать правильный выбор и принять верное решение. Некоторые люди могут спросить, должны ли они время от времени проводить линию веры, если они уже прошли через подобные испытания раньше, но если Господь снова требует этого от нас, то мы должны вновь и вновь проводить линию веры. Почему? Господь говорит это нам, потому что ваше сердце и ваш разум отчасти подвергаются постоянным искушением. Мои единоверцы, слово Божье это истина, а не то, что мы с вами можем однажды услышать и забыть. Даже несмотря на то, что мы несовершенны, мы не погибнем, но будем жить, ходя с Господом с верой в правду Божью и занимаясь делом, которое угодно Господу, а затем встретимся с Ним лицом к лицу. Все верующие люди будут жить верой, но те, кто предадут Господа на полпути преткнуться об искушении сатаны, уйдут из церкви станут врагами Бога и в конце концов погибнут. Я с надеждой молюсь о том, чтобы Бог, который стал нашей правдой, хранил нас постоянно. Аллилуйя! хранил и глуэм Субтитры создавал DimaTorzok